Как вы представляете себе успешного современного бизнесмена? Наверняка это энергичный трудоголик, совсем не обязательно в строгом деловом костюме, но постоянно ставящий перед собой цели, главное из которых – получение прибыли. Вы, наверное, удивитесь, но сейчас я описала вам не человека, а многоквартирный дом. Думаете, многоэтажка не может сама для себя зарабатывать? Тогда обязательно посмотрите нашу программу. В эфире Азбука ЖКХ и сегодня вы увидите. Способы заработать. Что и кто может привести прибыль вашему дому? Не поймали золотую рыбку. Почему доход жителей одной из многоэтажек Ставрополя ускользает прямо из-под их носа? Что делать с деньгами? Как жильцы могут потратить средства, которые честно заработал их дом? В начале 90-х началась массовая приватизация квартир, но муниципальные власти продолжили ошибочно считать чердаки, подвалы и подъезды своей собственностью. Так продолжалось довольно долго, пока в 2005 году не был принят ЖК России. Именно он расставил все точки над «и». Общее имущество дома принадлежит только владельцам его жилых и нежилых помещений. Причем размер их доли пропорционален площади занимаемого помещения. Именно так и определяется размер платы каждого за содержание и обслуживание многоэтажки. А вот теперь перейдем к самому приятному. Дом может не только вытягивать из вас деньги, но и наоборот приносить собственникам вполне ощутимый доход. И поверьте, это касается почти каждого из вас. Не верится? Тогда давайте посмотрим, как это происходит. Современные жители многоэтажек не мыслят комфортной жизни без интернета. Чаще всего телекоммуникационное оборудование и сети размещают на тех этажах и чердаках. Разумеется, на этом можно неплохо заработать. Только эту стандартную многоэтажку краевого центра обслуживают пять интернет-провайдеров. За это жильцы, разумеется, платят деньги, но и сами на этом зарабатывают. Точнее, прибыль перечисляется самому дому. Если говорить о конкретике, то данный многоквартирник зарабатывает на размещении такого оборудования около 35 тысяч рублей в год. Кроме того, провайдеры за свой счет отремонтировали все подъезды дома. Поштукатурили, побелили, а также спрятали все свои провода. Все сделали как надо, как полагается, бесплатно. Закрыто все, аккуратно все. Вот и получается, что и на текущий ремонт дом сам себе заработал. Этакий бизнесмен. Но, как оказалось, прибыль от интернет-провайдеров не единственный доход многоэтажки. Таких реклам у нас размещено в каждом подъезде по одной, то есть в пяти лифтах, то есть по 200 рублей, где-то тысячу рублей мы имеем доход именно с этой рекламы. Суммы, конечно, небольшие, но лишними деньги не бывают. Тем более, что далеко не все жители многоквартирника добросовестно оплачивают жилищные услуги. А следить за домом нужно 365 дней в году. А вот за рекламу деньги поступают всегда вовремя. Денюжки у нас как бы платятся ежемесячно. Они небольшие, но мы тратим именно на текущий ремонт. Также можно нам такие денюжки потратить, например, на покраску детской площадки, на хотя бы на ту же краску. Ну, на мелкое что-то, на лампочки, ну, вот такое. На что потратить доход дома, решают сами жители. Этот вопрос всегда выносится на общее собрание собственников многоквартирника. Итак, мы узнали несколько способов, как можно с легкостью заработать на многоэтажке. Разумеется, ими перечень не исчерпывается. Но что делать, если то, что по идее и по закону должно приносить доход, приводит лишь к дополнительным тратам? Таким вопросом задался наш эксперт Юрий Фунда и отправился на фундаментальную проверку. Здравствуйте! С вами фундаментальная проверка. К нам обратилась управляющая компания с жалобой на то, что установленное на крыше технологическое оборудование портит кровлю. Сейчас мы поднимемся и проверим, так ли это и почему. На кровле многоэтажки размещены высокомощные антенны. Собственник оборудования – одна из телекоммуникационных компаний Ставрополя. Однако, по мнению управляющей компании, эти антенны установлены здесь незаконно. Договора на установку антенн, то есть оплата антенн на счет дома, ни договора, ни оплаты нет. На наши призывы заключить договор юриста управляющей компании, меня в частности, руководство «Сфинкс» никак не реагирует, то есть отказываются заключать договор, оплату не производят. Получается, дом не имеет никакой выгоды от размещения такого оборудования, хотя по закону должен. По мнению же управляющей компании, собственники еще и терпят убытки. За счет тумб, вот этих антенн, идет разрушение кровельного покрытия, уже которое не раз мы чинили. А это за счет жильцов? За счет жильцов, конечно. Они портят, мы по возможности ремонтируем кровлю, но как бы это малоэффективно, потому что они все равно несут нагрузку на кровлю, и она быстро разрушается. Чтобы не быть голословным, юрист управляющей компании показал нам последствия размещения такого оборудования. Ну вот, допустим, стоит мачта ихняя, тоже является оборудованием этого сфинкса. Вот, видимо, разрушение кирпичной кладки, парапета. То есть идет затекание воды в лифтовую шахту. Лифтовая шахта изнашивается, ну, бетонное основание тоже ее страдает за счет влаги повышенной. Зато ничего в этой ситуации не смущает председателя совета дома Инну Белевцеву. Но комментарий она нам так и не дала. Пойдемте поговорим. Без камеры, без камеры. Без камеры нельзя, мы телевидение, только с камерой. Вернее, они телевидение, а я общественная палата Старопольского края. Ну, смешно. Нет, уже не смешно. Досмеялись до того, что все-таки пришлось покинуть крышу. Зато удалось пообщаться с собственниками многоэтажки. То, что за насчет ремонтируют, я не знаю. Ну, а за чей же еще? Сфинкс ничего не платит. Мы просто сейчас поднимались, ваша старшая по дому. Она начала шуметь, что мы тут незаконно даем. Управающая компания на 250 тысяч рублей в этом году только сделала кровлю из-за того, что там разрушается. Ну, это очень интересно и для меня. Вот, видите? Потому что крыша – это наша общедалевая же собственность. Конечно, конечно. Чтобы разобраться в проблеме, мы по телефону решили связаться с руководством телекоммуникационной компании. Итак, мы выяснили, что жители многоквартирных домов могут зарабатывать на сдаче в аренду или другом использовании общего имущества. Но так происходит не всегда. Иногда это приводит, наоборот, к порче общего имущества. И исправить эту ситуацию могут только жители многоквартирных домов, приняв решение на общем собрании. С вами была «Фундаментальная проверка». А теперь внимание всем! Берите ручки, телефоны или планшеты и записывайте. Сейчас мы расскажем вам основные способы, как заставить дом работать на вас. А поможет мне это сделать гость нашей программы – юрист Юрий Ковалев. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы в наших сюжетах уже рассказали о том, что дом может заработать на рекламе, на сдаче в аренду помещений, допустим, для интернет-провайдеров. На чем еще может дом заработать? Например, самый-самый-самый, наверное, банальный способ – это размещение рекламы на фасаде здания. Любая рекламная конструкция на фасаде здания по предоставлению согласия собственников помещений может быть размещена на тех или иных условиях. Это самый банальный. Также в некоторых многоквартирных домах присутствует возможность сдачи в аренду части земельного участка, который находится в долевой собственности и оформлен всеми собственниками. То есть при домовой территории? При домовой территории, да. В многоквартирном доме присутствуют технические помещения, которые могут быть использованы и по своему целевому назначению, и также могут быть использованы по дополнительному виду их использования, как тот же самый объект коммерческого использования. Это может быть офисное помещение. Точно так же, наверное, и подвалы используются? Да, подвалы используются по тому же самому принципу. Единственное условие установлено относительно инженерных коммуникаций. Нельзя закрывать к ним доступ и нельзя использовать те помещения, в которых непосредственно находится общедомовое имущество. Допустим, распределительные какие-то узлы, коммутаторы, которые предусмотрены в этих подвальных помещениях элитно-технических. Счетчики, например, общедомовые, да? Их нельзя ни закрывать, ни использовать эти помещения. Реклама на домах, на многоэтажке, она вообще везде уместна? То есть на каждом ли доме можно разместить рекламу и в любой ли части этого дома? Ну, в 2017 году решением городской думы города Ставрополя было принято решение об установлении порядка размещения информационных материалов на общедомовом имуществе. И там целый ряд, на самом деле, запретов и, по сути, все свелось, ну, общее массовое понимание, все свелось к тому, что выше второго этажа рекламу вешать нельзя. Но я даже более того скажу. Вот если мы видим вывеску на окне, ну, условно, продаю, да, продаю, это тоже является незаконным размещением рекламы. Потому что и на окнах, и на лоджиях, и на верандах, и на фасадах зданий размещать какие-либо рекламные конструкции без согласования с администрацией города запрещено. Дом заработал уже деньги, да? И есть ли какой-то список, согласно которому можно потратить эти средства? Или вот как захотели жильцы, так они и потратили? Или ТСЖ и управляющие компании? И вообще, кто решает? Вообще, принцип жилищного законодательства, это принцип, именно в данной части установлен принцип диспозитивности. Это что значит? Это значит, что законодатель позволил жильцам самим, собственникам решать, как потратить заработанные денежные средства. Так, если мы говорим под понятием закон, жилищный кодекс, подразумеваем, то жилищный кодекс прямого списка, куда должны быть потрачены эти денежные средства, не содержит. Но содержит возможность собственников принять решение о целевом расходовании данных денежных средств. Значит ли это, что если собственники приняли решение на общем собрании, мы хотим, чтобы эти деньги нам раздавали пропорционально нашей площади, просто деньги нам давали каждому? Это вообще возможно? Или нужно именно тратить эти деньги на дом? То есть может ли каждый заработать? Да. Каждый в отдельности? Индивидуально денежные средства никто получить не может. То есть вот там условно многоквартирном доме 100 квартир, получили 100 рублей, каждому по одному рублю раздать. Такого распоряжения я еще не встречал на самом деле. Но это не значит, что оно не может быть. Если будет принято решение отремонтировать, провести текущий ремонт какой-то лестничной площадки, то по сути все получат по этому же рублю, потому что это все будет вложено в их же обустройство. Дом получил доход. Как проследить, чтобы эти деньги никуда не ушли, чтобы они достались именно этому самому дому, его жильцам? Самый-самый верный метод – испытывать личное участие. То есть это самое, что может быть правильным в данной ситуации – принимать активнейшее участие в жизни дома. Спасибо вам большое за беседу. А с нашим гостем мы говорили о том, как можно заработать на многоквартирном доме. А пока вы думаете, за какой способ заработка на многоэтажке скорее браться, предлагаю посмотреть, что же произошло в мире ЖКХ за последнее время. Проверять дома на пожарную безопасность будут каждые пять лет. Ответственными за это могут стать региональные операторы капремонта. Это предложение федерального Минстроя. Тем не менее, пожарное оборудование наравне с лифтами, подъездами, подвалами и чердаками относится к общему имуществу. А значит, его содержание оплачивают сами жильцы. Претензии возможны к управляющим организациям, но только если обслуживание противопожарного оборудования прописано в договоре. Реклама на квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг запрещена. Такие изменения уже внесены в закон о рекламе. Посторонняя информация не допускается на лицевой и оборотной частях платежных документов. В силу вступил закон о прямых договорах. Теперь собственники квартир могут перечислять средства поставщикам ресурсов напрямую, минуя управляющие компании и ТСЖ. Прямые договоры могут быть заключены на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, а также вывоз мусора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И к бизнесу никакого отношения не имеете, помните, что свою предпринимательскую жилку вы всегда можете применить в вашем собственном доме. Многоэтажке она обязательно пригодится. Главное, чтобы все было по закону. Это была программа Азбука ЖКХ. Увидимся через неделю в то же время на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова